Цикла. Выполняется условие коцикла. И теперь при условии выполнения условия коцикла мне достаточно задать дисперсию. Дисперсия, тут такая вот нормализация удобна, это 1 вторая Лобачевского расстояния. 1 вторая, значит, немножко аккуратнее я должен писать, логарифма 1 плюс косинус гиперболический Лобачевского расстояния между P и Q пополам. Вот такая формула. Фактически речь идет о том, что при больших значениях расстояния это и есть логарифма косинус гиперболического, в своей 3-й есть источник, но по большому от единицы само по себе лобачевское расстояние, и, собственно, это, можно сказать, практически поле Леви. Александр, можно вас чуть-чуть остановить? Я человек серый. На нас не ухотить, чтобы быстрее, чтобы не было. Нет, 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 не по-другому дело. Дело в том, что для того, чтобы мы поняли все остальное, лобачевское расстояние, как вы его определите? Да, значит, косинус расстояния, косинус гиперболический расстояние задается вот такой формулой. Пожалуйста. А, вот теперь мы все счастливы. А я тем более. И таким образом мы получаем вот такой случайный процесс. Давайте зафиксируем одну из точек и перейдем на круг, на модель плоского лобачевского в круге, зафиксируем одну из точек, и будем смотреть на наш случайный процесс на кругах растущего радиуса на плоского лобачевского, они же, собственно, при таком понимании и Евклидовы, и я моему гауссовскому процессу, YOP, что этот процесс сводится к случайному полю, которое там написано, ну, после выставки, начальничество ожидания, сводится к этому случайному полю, и я этому процессу сопоставляю его экспоненту, сопоставляю его экспоненту, святую Жанну Герой Каханну, а на самом деле Андрею Николаевичу Колбагорову, потому что эта деятельность восходит к работам Колбагорова по турбулентности. Но работы Колбагорова по турбулентности, продолженные Ягловым, Мониным, не получили продолжения в Советском Союзе, как-то после работы Колбагорова почти не было работ боевой теории, выполненных на магистратическом уровне стройности, и все ушло во Францию. И, соответственно, это рассмотрение восходит к Ундельброту, Перьеру и Каханну. Мы рассматриваем вот такую случайную, случайную меру, вот такую случайную меру, ДП – это мера, угловая мера на окружности, вот такая случайная мера, здесь эта мера, по своему своему определению, абсолютно непрерывно подложение к ней или к ней на окружности, но при стремлении точки П к абсолюту получается предельная, симгулярная, случайная мера. Предельная, симгулярная, случайная мера. Тут можно написать параметр гамма, как это и делает он в Каханн, и, соответственно, при достаточно маленьких значениях гамма получается честная, предельная, случайная мера, потом надеюсь, критическое значение гамма, в нашей нормализации критическая гамма равно двойке, критическая гамма равно двойке, и в критической нормализации эта случайная мера существует в скейлинговом пределе, то есть предел, не всё ли, а при скейлинге, при скейлинге надо скейлить на логарифм радиуса окружности, случайную меру. Надо понимать как слово нормировка, правильно я понимаю, да? Если честно, просто умножение. Надо вложить на логарифт. Скажите честно. Я говорю честно. Надо вложить на логарифт. Вот тут это и дело. Да, ничего не забывает вас. Так что, да. И тоже получается предельная мера, диффузная, но по взору распространства. Таким образом, нас будет интересовать нас будет интересовать вопрос, вот как раз то, что подчеркнул Альберт Николаевич, вопрос о слабой и сильной сходимости к случайной мере. А именно, является ли, вот просто я иду по докладу Альберта Николаевича, является ли предельная случайная мера измеримой в терминах исходного гауссовского процесса? Слабая сходимость в пространстве меры не сохраняет этого смысла. И в особенности меня интересует такая задача. Здесь я начал с гауссовского случая. Здесь я начал с гауссовского случая. Но на самом деле, у меня эти случаи не гауссовские. У меня эти случаи связаны с точным процессом, может быть, если остается время, я выпишу явные формулы, но в которые не гауссовские. То есть у меня есть не гауссовское поле, сходящееся в слабом смысле к этому гауссовское. И моя задача перейти перейти разумеется уже в этом случае в слабом смысле перейти к пределу, то есть в предельной теореме, можно сказать, в центральной предельной теореме сходимости вот к такому предельному полю перейти к экспоненте. Вот в этом вот такая постановка задачи. Перейти к экспоненте. В каком случае в предельной теореме можно переходить к экспоненте. Такая послала Кронус. Теперь, и еще расскажу особенно важным для меня, будет именно сильное подсуществование предельной меры в сильном смысле. То есть, чтобы предельная мера была измерима относительно исходного процесса. Теперь, разрешите, я немножко сделаю несколько общих замечаний. Я буду рассматривать общий метрический компакт и буду рассматривать случайное поле на нем. Случайное поле. То есть, фактически, у меня есть какой-то запас функции, я его обозначу в ноль, и на этом запасе функции, каждой функции, сопоставляется случайная речина. Сопоставляется случайная речина, которую я буду обозначать так, х от фи. И, кроме того, значит, у меня есть операция над случайными полями, которую мне удобно здесь записать в самых общих терминах. Вот в случайном поле х сопоставляется некоторое другое случайное поле, которое буду обозначать символом ксидрис. Зачем это мне нужно? Почему я не пишу вот эту ксидность, чтобы сразу по-человечески писать экспоненту, тем более, что главный момент именно экспонента? Я сейчас отвечу на этот вопрос. Дело в том, что как раз для установления сильной сходимости, здесь играет роль то обстоятельство, которое аудитории известно гораздо лучше, чем мне, у гауссовского впечатления тяжелые хвосты. Поэтому, когда я беру экспоненту, и когда, например, я хочу вычислить L2-норму, L2-норму, L2-норму меры интервальчика, вот я беру интервальчик, вот он интервальчик на окружности, я беру его L2-норму, вот M от I, это звучание, что я имею L2-норму. Это L2-норма взрывается. Взрывается просто потому, что хвосты, то есть играют роль паразитические хвосты. Дело в том, что когда я беру экспоненту, экспоненту гауссовской случайной личины, то в теории Легерсанова главную роль, главный вклад, вносят те часть пространства, на котором случайная личина, моя кауссовская случайная личина, близка, собственно, как раз к своей дисперсии, в данном случае к гамме умноженной дисперсии. Но когда я его сложу в квадрат, то начинают играть роль те значения, когда случайная личина близка к 2 гамме умноженной дисперсии. Но они совершенно паразитические. Их нужно вырезать. Их нужно вырезать. И вот они вырезаются, и в этом случае получается льда с одним. Поэтому эта операция КСИ, это, так сказать, экспонент, она может быть экспонента обрезан. Поэтому я пишу вот такую общую льду операцию КСИ. Я замечу, что иногда нужно рассматривать более тонкое обрезание, вот как в докладе Владимира Алексеевича. Нужно обрезать так требовать, чтобы этот весь, практически здесь, вдоль геодезической, это почти что бронусское движение. Это не совсем так. А это бронусское движение, так сказать, просто моду, но в малом это не бронусское движение. Тут это видно. В малом там другие траектории, там другие. Но если вот особенно взять... Сейчас, Владимир Алексеевич, как по-русски сэнтой? Выборка. Выборка, спасибо большое. Если взять выборку в целых точках, то, соответственно, это будет самое обычное случайное блуждание. Выборка в целых точках – это самое обычное случайное блуждание, и ее-то и надо обрезать. Вот в точность, как это делал Владимир Алексеевич. То есть требовать, чтобы эта выборка не проваливалась слишком глубоко, как мост Владимира Алексеевича. Это все буквально точно, что соответствующая выбранная случайная величина была больше своей дисперсии минус некая зафиксированная константа Q в точности, как это и было у Владимира Алексеевича в договоре. Так или иначе, вот до этого я обещал эндоксид. И теперь мне нужны такие требования. Значит, кси определяется для каждой случайной величины х от фи. И еще раз скажу, что на практике это вот либо экспонента вот такая, либо каким-то образом обрезанная экспонент. И главное условие состоит вот в чем. Так что математическое ожидание кси от х от фи и кси от х от кси удовлетворяет такому априорному неравенству. Неравенству меньше, чем некоторое. В наемном метрическом компакте ДСЗ я предполагаю, что задана некоторая мера. Мне повезло даже больше, чем Тициану. Тициану подал кисть Карл Пятый, а у меня потирается доски Владимир Алексеевич. И, кроме того, мне нужно второе условие, состоящее в том, что математическое ожидание... Математическое ожидание, когда фи и пси дизъюнтные... Когда фи и пси дизъюнтные, то это математическое ожидание стремится... Здесь я напишу такое, B+. Стремится вот к этому самому х, вот. И стремится вот к такому интегралу с некоторой функцией B. К такому же интегралу. Вот это два главных условия. Я прошу заметить, что в гауссовском случае это все выполнено достаточно. Это логически в том смысле, что B это как раз экспонента... Что такое B в гауссовском случае? B это экспонента 10 мегамма квадрат КСТ. Вот оно. B. И, кроме того, я прошу заметить, что, собственно, вот здесь и видно, зачем нужно обрезание. Потому что вот в нашем случае... В нашем случае это экспонента будет задавать интегрированную функцию... Вот это самое главное условие. Что B плюс... B плюс и B... Вот это самое главное условие. Я ее пишу здесь внизу. B плюс и B лежат в L1. От Z к RZ. Вот это самое главное условие. Лежат в L1. Эти функции интегрированы. И именно обрезание для того нужно, чтобы здесь стоит гамма квадрат... И, в частности, например, при гамма больше единицы, эта функция уже не лежит в L1. Но с помощью вот этого герсановского обрезания я ставлю гамма квадрат пополам. И, соответственно, я уже проверяюсь дальше. А вот это вот обрезание с непроваливающимся мостом, оно мне дает еще один логарифмический член. Вот возникает алгоритм среди три вторых. Эти три вторых это такая же одна вторая, как была у Логарифе четвертрижды. Вот там вот ровно такой механизм ее возникновения. И то, что там, вот именно там речь идет об интеграле по промоузским мостам. По сравнению по промоузским мостам. И непроваливающимся. И в этом случае, соответственно, получается интегрирование. И теперь я при выполнении этих условий, я пишу, я определяю. Кси от х это как раз предел, это как раз предел, чего по всем развеяниям единицы, по всем развеяниям единицы, пи развеяния единицы, вот именно вот таких сумм. Кси от фи умножить на фи с чертой. Где под фи с чертой я принимаю фи, делить на интегралу фи. Что такое б с плюсом? Энергия функция. Нет, ну, а как она с б связана? Ну, я, в моих примерах, там, скажем, можно взять что-то типа 2b. Но мне просто нет, какая такая мажорирующая функция. Мне будет важна для сходимости, мне будет важна равномерность по вот этой самой б с плюсом. Сейчас это будет видно. Сейчас это будет видно. Итак, сейчас это будет видно. Итак, и несложно заметить, это просто прямая, достаточно прямая проверка, что при выполнении вот этих, написанных условий, вот они, раз, два и вот это главное, 3. Раз, два и три. При выполнении этих условий, это, пассажа, случайная причина сходится в 2. Это, пассажа, случайная причина сходится в 2 при условии того, что разлияние единицы сходится к разлиянию на точке. Теперь самое главное, самое главное соображение, и тут опять-таки я нахожусь в аудитории экспертов, и я прошу меня поправить. Я не нашел в литературе таких рассмотрений, но, может быть, они вполне могли бы быть, мне это неизвестно, я прошу меня поправить. Мне удобно рассмотреть такую метрику, такое расстояние на пространстве случайных мер. Я рассматриваю литрический компакт, как я сказал, литрический компакт, и случайные меры на нем. Причем я рассматриваю случайные меры, определенные на одном, на зафиксированном вероятностном пространстве. И тогда расстояние между двумя такими случайными мерами я называю всего-навсего, в предположении, что мера всего компактной, патротично интегрирована, я называю всего-навсего, супремум по всем баррельским множествам расстояние, в смысле, ну можно было убрать другое, поэтому мне удобно, л2, расстояние в л2 между м1 от в и л2, простите, и м2 от в, в л2 от омега, где омега это то самое вероятностное пространство, на котором определены мои случайные меры. Вот такое расстояние, еще раз скажу, я прошу меня поправить, я в литературе не нашел, чтобы рассматриваться по мнению. Это расстояние связано с, часто рассматривая расстояние, в котором берется расстояние просто между самими, как сказать, поточное расстояние, но это немножко другое. И так или иначе, для меня важно, что расстояние Леви Прохорова, расстояние Леви Прохорова между распределениями моих случайных мер, здесь это уже меры в пространстве, мер над моим литературе, 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 в моем случае просто окружность, это это за, просто окружность. Мажорируется, мажорируется таким образом, константа, зависящая от эпсилона, зависящая от эпсилона и от метрического компакта. Константа, вот это расстояние я вам обозначить не могу в Д2, константа Д2, М1, М2, плюс, собственно, эпсилон. Давайте напишем 4. Вот так, вот такая несложная, тоже это очень несложно видеть из, собственно, из определения. И таким образом, вот это расстояние мне удобно тем, в моем распоряжении 5-0, да? Это расстояние мне удобно тем, что... Это расстояние мне удобно тем, что я перехожу от сродимости на одном вероятности пространства, здесь случайные меры определены на одном вероятности пространства, к сродимости самих распределений этих случайных мер, и здесь есть в виду на некой равномерности. И это мне удобно для того, чтобы обсуждать слабую сходимость равномерно сходящихся мер на, быть может, разных вероятностях пространства. Сформулируя это утверждение точно, я тогда саду здесь, но нам еще это понадобится. Нам еще понадобится, у меня саду... Она переворачивается, наверное. Она переворачивается, но вы не хотите видеть то, что происходит. Правильно. Это правильное решение. Про фиксики рассказ, поэтому я думаю, это нам не очень. Итак, у меня есть последовательность МНК случайных мер, определенных на вероятности пространства омега-катом, исходящихся к предельной мере, к предельной случайной мере МНКД в смысле метрики D2, в смысле метрики D2, в смысле метрики D2, но на каждом на своем омега-катом. Помимо того, при каждом фиксированном М, при каждом фиксированном М, эти меры определенные уже на разных периодах, сходятся к предельной мере МН. Сходятся к предельной мере МН. Так вот, если МКД сходится к предельной, тоже к предельной мере, М-десконечность, исходимость, вот это важный пункт, исходимость вот по вот этому самому расстоянию D2, по вот этому расстоянию D2, в каждом омега-катом равно-мерно, равномерно, равномерно, то я могу взорвнуть МНМ. То тогда имеется сходимость в mère МНКД в мечكم без конечности и соответствующая предельная перестановочная, причем я подчеркиваю, что вот эта сходимость слабая, вот эта сходимость слабая. Здесь имеется вteen percentileность, сходящее, потому что случайно и раз�гave на рангve race в пространствах, И, вот я отвечаю, Наталья Васильевна, на ваш вопрос, как раз для того, чтобы обеспечить равномерную сходимость, сейчас тоже несложно видеть, я даже не буду писать, для того, чтобы обеспечить равномерную сходимость вот этих, вот этих, не моих случайных мер, определенных, вообще говоря, на разных периодах пространствах, но по отношению к этому и тому же расстоянию Д2, мне нужно всего-навсего, чтобы В плюс была одна и та же, А, Б, сходимость проявления. Вот и все. И это проверяется непосредственно. И таким образом, даже и для негауссовских случайных полей, я вот возвращаюсь к тому, с чего начал, для негауссовских случайных полей, это та ситуация, которая возникает в треследовании точных процессов, в частности, синус-процесса, для негауссовских случайных полей я получаю сходимость, так сказать, при каждом фиксированном круге внутри плоскости слабо-честра, я получаю сходимость, ну, это сходимость, вот, к гауссовскому случайному процессу, в пределе гауссовский процесс сходится к предельному гауссовскому полю, и я могу переставить пределы и заключить, что мой синус-процесс тоже сходится к экспоненту от экспонента, тоже сходится к экспоненте от этого самого случайного поля. И так как можно получается, что случайная целая функция, сопоставленная синус-процессу, вот такое вот Эйлеровское произведение, сопоставленное синус-процессу по частицам синус-процесса, сводится к гауссовскому муниципликативному хауссу. Большое спасибо. Спасибо за интересное сообщение. Я попытался это сказать, может мне достаточно ясно. Я беру не само галушки, я беру экспоненту от галушки. У экспонента от галушки есть моменты, но экспонциальных моментов уже нет. Проблема моментов для экспонента галушки от perpet塔 поставлена некорректно. И когда я беру экспоненту, то меня интересует... Это действительно очень тонкая лезка. Меня интересует ее сходимость в l2. Сходимость в l2 это сходимость квадрат. Но экспонента... Давайте вот просто-напросто E от X. Значит, E от X, она живет в районе дисперсии X. Давайте там, у X дисперсии единица. Значит, E от X, ну, на самом деле единица, потому что у меня же радиус... Давайте вот другого скажем. У меня радиус окружности, на посту Ломачевского, большой. То есть R. E от X живет вокруг R. Но E в степени 2X живет вокруг 2R. И там L2 норма взрывается. Но это 2R в ней не нужно, потому что когда я беру E от X, то меня интересует только окрестность R. Окрестность 2R, она очень далеко, она имеет очень маленькую вероятность. Но это такая ситуация возникает, что функция сходится, а ее L2 норма, это вот то, что дают на первом курсе, на контроле, что функция сходится, а L2 норма взрывается. И вот я вот в этот маленький участок, на котором взрывается L2 норма, там, где мой X, мой гауссус X, размера 2R. R, допустим, миллион. Меня интересует, когда X порядка миллиона. Но есть еще вот этот паразитический, порядка двух миллионов. А он входит в квадрат. Я его должен обрезать, выкинуть. Вот в этом весь эффект. Кстати, отсюда и вытекает вот этот скейлинг, потому что там получается, что E в теплине X, но так как у меня должен не проваливаться мой мозг, следуя Владимиру Алексеевичу, то как раз возникает вот этот один делит на корень из логарифма, потому что вероятность того, что пропуске движения никогда не отрицательна, как раз возникает, в силу принципа отражения, там как раз возникает один делит на корень из логарифма. И, как сказать, вот именно поэтому появляется этот скейлинг. А еще короткий совершенно вопрос. Когда была написана сумма трех рыбников, равна нулю, оно кончалось на РС третий, там же, наверное, замкнут. Замкнут, замкнут, да, я неправильно, да? РП, конечно, да, спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Пожалуйста, проверю. Вот в этой диаграмме двух местах указаны в области изменения паракта в кастер-местер-бесконеченстве n, а в двух местах не указаны. Можно восполнить пробел? Сейчас, секундочку. Давай, я восполню, конечно, это, что я вроде правильно написал. Вы меня, вы меня отключает. Это значит, здесь при n, а здесь при k. Значит, по вертикали при k, по горизонтали при m. Нет, вы не правильно. То есть разные порядки у вас получается, да, нахождение предела? Сначала по m. Ну, в каком-то... В этом же сосуде. Самая главная дева. Это главная дева, это сосуде. А в этом я и позволил себе занять вашего готового внимания. Ясно. Еще вопросы есть? Нет. А можно мы это задаем? У тебя случайная аналитическая функция. Да. Безать случайных вообще аналитические функции, что в каком-то направлении она растет, причем... Во всех, она во всех растет. Она во всех растет. Она не характеристка. Она во всех растет. Она пиотомановская, но не характеристка. Ну, хорошо. Но, тем не менее, если ты там... Обычно как-нибудь можно... Или в полуплоскость продолжать... Нет, она живет в полуплоскости, но на границе она очень... Она идет... Нет, все верно. На границе она не все плохо. Ну, допустим, венеровский процесс ты не можешь заставить жить в полуплоскости. так скажем, он куда-нибудь убежит, то есть, а если ты возьмешь, более-менее такой стандартный прием, если возьмешь какое-то блуждание, то оно, конечно, будет стремиться к лидерскому процессу, но оно будет вылезать вниз, у тебя функция ограничена вверху, а оно будет выскорить вниз, где он поуколый, но там можно как-то контролировать. Нет, это другой, я совершенно другая, нет, это совершенно другая. Еще вопросы, пожалуйста. Можно немножко уточнять этих вопросов по эту схему? Ну, конечно, да, конечно. Эммонкаты это не гауссовские, да? Да, 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 да. Эммонкаты и эммонкаты не гауссовские, да. Гауссовские, только нижний этаж, только подвал. А эммонкаты равномерно под Эдуард сходятся? Да, да, это так, да. Вопрос гамма, весь гамма критическое рассматривается? Нет, субкритическое, это, критическое, это work in progress, да, 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 вот это прямо самый такой, как сказать, самый коварный вопрос. Критическое, это, я пока об этом ничего не говорю, я надеюсь, может быть, через год я расскажу, пока ничего не говорю про критическое. Это очень правильный вопрос, я про критическое ничего не оберегаю. И только, что критическое сейчас могу рассмотреть, я не знаю. А тогда зачем эта измеримость, ну, вот эта сильная, что на одном, не, сейчас. А как, а как, а как, а как это делать? Эммонкаты, бесконечность, значит, она должна быть измерима относительно, где здесь вопрос измеримости возникает? На верхних этажах, на верх, а как иначе, а как, а как, а как, а как иначе переходить к пределу, на верхних этажах. Мне важно, что на верхних этажах, прошу прощения, это законный вопрос. Каждый этаж живет на своем вероятностном пространстве. Как я, а как я переставлю, слабые пределы я не могу перестать, а как я переставлю? Конечно, у меня должна быть равномерность, у меня должна быть равномерность слабых, вот этих расстояний, ну, по Леви-Прохору. А откуда я ее возьму, эту равномерность сказать, по Леви-Прохору? Я говорю только отсюда, но если, Паша, если можно доказать проще, то я буду очень рад услышать. Я знаю, значит, я хотел бы, значит, прервать теперь обсуждение, вы это, это в сторону чая давайте, или корпус ввести. Но дело в том, что, Альберт Николаевич хотел еще несколько слов сказать, не по этой теме, я понимаю, что не по этой теме. Я хочу себе, чтобы он дарит, а значит, все. У меня, честно, что в мелодистике одно замечание, переход, вот в плотность была экспонента 9, и математическое ожидание, это называется в статистике вероятности преобразования эшера, и оно вовсю используется. Вот, ну, я не помню, где написано, я помню, где у меня написано. А где у вас написано? Я не помню. Ну, на свете фишки моей по финансовой математике, там это есть. То есть, это, ну, название доклада надо было бы не экспонентом, но название эшера. Ну, так как я не знал, то я и не мог написать. Я не знал, я не знал. Я не знал. Я не знал. Эшер. Эшер. Хорошо. Эшер. Эшер. Я не знал, я не знал. Эшер – это художник. Вот, да. Поблагодарим докладчика. И теперь уже не понравились. Пожалуйста. Да, ну, мне надо так, кирить, не кончить. А, хорошо, давай, делаем. Карл, какой-то, Карл, где-то? Да, давай, давай. Сотички. Ну, в роли Карла, да, выставить, правда. Я же делал это, естественно, коррекционный пункт. Вот, это уже все. Мне хочется сделать такое замечание по поводу вероятностно неопределенных моделей. Дело вот в чем. И вот, когда я слушаю, например, доклады Соболева и Кондратенко не про блуждение в случайных средах, мне просто так все время хочется сказать, что, да, и в экономике это есть, что на самом деле сейчас рассматривается вот то, что, ну, я называю вероятностно неопределенные модели. Вот, я не знаю, кто знает экономику, например, там были такие известные парадоксы, аллеи Эльцберга, которые говорили о том, что вот если мы исходим из обычного вероятностного подхода, то, например, теории фон Ноймана Моргенштейна про принятие решений или Сэвиджа, они, в общем, не проходят. Дело вот в чем. Вот давайте нас вспомним, с чего начинал Бернули 1713 год, закон больших чисел. У него рассуждение было такое. У него было рассуждение такое. Есть урна, в которой есть белые шары и есть черные шары. Ну, их число известно. Этих шаров, допустим, Н1, этих шаров Н2, ну, их всего их Н. Ну, тогда через П1 обозначается Н1 делить на Н, ну, и то же самое П2. И что, собственно говоря, делал Бернули? В чем его парадокс? Он сделал так. Верет случайную величину Х1, которая равняет единице Ленот. Ну, тогда, когда белый шар, когда здесь черный шар. Ну, и тогда берется сумма. Независимость подразумевалась. Делил на Н, и это будет примерно, ну, П1. Вот это будет примерно П1 в вероятностном смысле. Ну, то есть вероятность того, что разность больше эксцелен, там, стремится. Так обернули 3700 градусов и год. А вот теперь представим себе такую ситуацию. Опять есть та же урна, там шарики стоят. Есть белые шары, есть черные шары. И, допустим, еще есть, есть еще желтые шары. Этих известно число. Ну, допустим, там, я не знаю, Н1 известно. Число известно. А вот конкретное число белых и, ой, черных шаров и белых неизвестно. Быть начиная неизвестно. Известно, что их сумма только есть, Н2. А сколько отдельно белых шаров и сколько черных нет? Это случайная среда получается. Случайная среда. Теперь, ну, можно определить опять случайные величины. Например, так, единицы, когда белый шар, ноль, когда черный шар, минус единицы, когда желтый шар. Ну, и аналогично. Дальше, как выглядит закон больших чисел? Как его написать? Как написать в этом случае аналог центрально-предельной теоремы? Это не совсем тривиальная вещь. Или, например, в более общем случае, а как понимать нормальное распределение, когда вот есть такая вот неопределенность? Как понимать бромновское движение? Ну, вот оказывается, есть теория, где с бромновским движением связаны бескозные уравнения. Не уравнения там, колмагора, а бескозные уравнения. Так вот, значит, хочется обратить внимание, что сейчас китайцы в этом отношении ушли очень сильно вперед. Есть книжка Пенга, «Ансортенти» и что-то там такое. Ну, вот должна быть моя вторая, второй том, там 36-я глава, там в ней тоже много по поводу вероятности неопределенных моделей написано. Но хочется сказать, как сейчас подходит к понятию вероятностной модели. Ну, мы были, мы всегда привыкли, это весь Омега-ФП. Омега-ФП. Это всего-то вещь очень привычная. Это Калмаконовская вероятностная модель. А вот сейчас подходит вот каким образом. Берется Омега, обстрактное пространство, дальше пространство случайных величин, и дальше некоторый оператор. Ну, они обычно обозначаются вот так. Дальше некоторый оператор. И этот оператор удовлетворяет определенным свойствам. В частности, свойства таким, что выклонено вот такое свойство. Вот, оказывается, сейчас вы поймете почему это. Оказывается, что много задач можно сформулировать в рамках этой модели. Вы легко поймете, что если, например, у вас есть семейство распределения В от этой, то вот это Е, это на самом деле супремум по всем величинам вот это. Вот это некоторая новая такая теория, и сейчас идет очень большое наступление, и особенно те, как и китайцы в этом отношении идут вперед. и вот, значит, возникает такой вопрос. Вот как для этой модели это пространство в случайных величин, берем случайные величины, и как здесь выглядит закон больших чисел? Как выглядит закон больших чисел? Вот, когда я слушал доклад Соболева Кондратенко, то мне так и хотелось сказать, что вы переведите переведите ваше рассуждение в терминах преобразования Лапласа на это, то есть Фурье на этот случай. Вообще говоря, надо, может быть, как-то устраивать нам еще такие, ну, в рамках конференции пару часов уделить для школы, школы для новых понятий, потому что эта вещь очень важна. И на самом деле, вот получается так, что вот это, вы легко поймете, вот это понятие, это оператор, он более-менее часто выглядит как супремум просто математических ожиданий. вот часто выглядит вот так, не всегда, но при определенных предположениях это так. Поэтому, когда у случайных язык говорится о случайной среде, то на самом деле это некоторая неопределенность, вероятностная неопределенность. Надо бы это было тоже как-то перевести на этот язык. Ну, я уже не говорю, о высокой небольших чисел, центральной предельной теореме и так далее, и так далее. А как преобразование Фурье здесь? Преобразование Фурье, как понимаете? Как понимается преобразование Фурье? Вы сказали преобразование Фурье, как понимаете? Это особый вопрос. Ну, как супремум не... На самом деле, на самом деле, очень часто вот это Е, это есть Е от супремум от их под некоторым вероятностным мерам. Ну, а тогда уже, как говорится, отсутствие каждого руки. Так, ну ладно, короткий вопрос. Альберт Николаевич, когда Ваша книга выйдет? Второй том. Ну, она должна вот-вот выйти. Дело в общем, что я сам виноват, почему она не выходит. Потому что, ну, вот прошлый год было сто двадцать лет калмогорву, а в издательстве люди, которые занимаются вероятностью, они, их мало. Ну, я сказал, делайте книгу, вот, критическое слово калмогорву, которое вышло, оно вышло на неделю две, что-то, три назад. Я советую всем посмотреть, это очень интересная книга. «Критическое слово» это, и там есть подзаголовок, рецензии, письма, отзывы, ну, и общие замечания. Там очень-очень много, можно много узнать. Ну, и перед этим еще была книга «Калмогорвы воспоминания». Она тоже интересна, потому что она заполняет старую книжку, и там тридцать шесть авторов, тридцать шесть, это большая цифра, тридцать шесть авторов по-своему излагают в письме свое воспоминание о Калмогоре. Ну, вот, поэтому она и задержалась. Я сказал, бросьте меня, не делайте, а издайте сначала эти две книги. Вот как это было. Ясно. Значит, и теперь я хочу сказать следующее. У нас должно начинаться в 10.45, но я думаю, я думаю, 5 минут все-таки, 6 минутный перерыв мы им дать. Ну, хорошо, по 7 минут. Без 5, без 5, без 5-12 следующая сессия. Спасибо.